Итак, сегодня я возвращаюсь в H&M, ура! Если вы помните, в прошлый раз я вынуждена была бежать с поля боя, побросав трофеи, хотя мне там кое-что понравилось, как, например, пиджаки, шляпы и те самые платья-парашюты, которых у меня нет. У меня до сих пор нет ни одного платья-парашюта. Они уже из моды скоро выйдут, а я еще ни одного себе не купила, представляете? Как же мне было пропустить этот тренд! Кое-что я примерила в магазине, и кое-что я принесла домой, и сейчас вот вам покажу. Первый я примерила пиджак. Я его в прошлом, по-моему, влоге не показывала. Я что-то его не видела раньше, по-моему. Вот я так смешно-смешно пытаюсь застегнуть пуговицу. На самом деле нужно было... Видите, стараюсь так, изо всех сил, изо всех сил. А на самом деле просто он застегивался на другую сторону. Но я как-то ступила, и первые 5 минут пыталась его застегнуть не в ту сторону. Слушайте, мне понравился этот пиджак. Очень приятный цвет. Очень приятная расцветка, качество ткани, фасон. Стоил он 25 долларов, при том, что оригинальная его цена была 39-40. И у него прекрасный состав. Как вы видите, я не знаю, немножко мутная фотография, но там, в общем, вискоза и катон, что, в общем, достаточно неплохо. Вот этот второй пиджак, желтый, я его вам показывала в прошлый раз. Тоже мне понравился он. У него очень хороший цвет. Такой, знаете, желтый, но не ярко-желтый. А такой очень умеренно желтый. В общем, даже где-то, в общем, как-то в бежевый. Ну, может, не совсем, но, в общем, хороший цвет. Хороший фасон тоже, хорошая длина. Да, приятное качество. И вот так и застегнуть, и расстегнуть. Можно его по-всякому носить. Симпатичный пиджак, мне он очень понравился. И я вот сняла его этикетку. Он стоил 19 долларов, а, в принципе, он стоил 60. Ну, вот это вот мне странно, потому что его состав, он там полиамид, полиэстер, в общем, немножко вискоза, по-моему. Но при этом он оригинал был дороже того в клетку. Хотя состав его намного хуже. Странно, я не поняла этого, честно. Вот еще один пиджак. Тоже я вам показывала в прошлом влоге. Он такой, тоже очень приятный цвет, убортный, застежка. Вот я пытаюсь руку всунуть в карман. Всегда пытаюсь руку всунуть в карман при всех примерках. При этом он карман зашит. Ну, в общем, это так, смешно немножко. Это размер медиум. Мне показалось, что он немножко великоват. Вернее, в застегнутом виде он у меня неплохо. А когда он расстегнут, то он мне как-то большой. По-моему, слишком большой на меня. Может и нет. Но вот как-то по ощущениям. Так на вид-то не видно, на самом деле, на видео. А по ощущениям у меня было чувство, что он мне большой. Вот я взяла размер смол. Тоже померила. И, боже, как трудно застегнуть пиджак одной рукой, когда одна рука занята телефоном. Ну, вот он в застегнутом виде. Может быть, в застегнутом виде он выглядит хуже, чем в расстегнутом. Но, если честно, я никогда пиджаки не застегивала. Вот я всегда ношу вот так вот. Там же под низом всегда что-то надето. И не застегиваю я пиджаки. Поэтому вот у меня сомнения по поводу того, какой мне лучше размер взять. И тоже стоил он 19 долларов. Был стоил 40 до оценки. И тоже у него очень хороший состав. 70% из козы. В общем, при этом он как бы оригинально стоил дешевле, чем желтый пиджак, который из полиэстера. Ну, не знаю. Так, шляпы. Девочки, вы помните эту шляпу? Я вернулась, на самом деле, чтобы купить эту шляпу. Насколько она мне понравилась. Я назвала ее просто санаторная шляпа. Знаете, сейчас все носятся с санаторными платьями, а я решила, что вот эта шляпа, она такая санаторная. И вот я ее померила, и опять я что-то в ней засомневалась. И я ее и так, и эдак. Потом я еще примерю две шляпы, и вот вы мне помогите выбрать. Вот вторая шляпа. Напоминает немножко такую, знаете, ночную вазу или горшок для цветов. Но что-то в этом есть. Мне кажется, что есть. Спасибо за выбором H&M. Если вы меня не помните, или prefer to try your clothes on at home, you can exchange or return on more items within 30 days. Terms and conditions apply. И шляпа номер три. Это белая шляпа. По-моему, вот это очень красиво. Ну, я не знаю. У меня слабость к белым шляпам. Есть в этом какой-то шик. Какая-то такая, знаете, роскошь. И даже если учесть, что это из-за чинной шляпы, которая стоила 17 долларов, но выглядит она, по-моему, гораздо дороже своих денег. И вот я пришла домой. И сейчас вам покажу примерки, то, что я купила в магазине. И вот покажу вам, что я купила. Значит, я купила два платья парашюта или санаторных платья, как их еще называют. Ну, потому что одного же мне мало, вы же понимаете. Я уже, если покупаю, так уже, знаете, вот наборами. Первое платье. Потрясающие расцветки. Я не знаю, девочки. Я люблю цветное, яркое. Мне очень понравилось. Это гортензии. Вообще, я люблю гортензии. И платье с гортензиями – это win-win. Это как бы, ну, абсолютно победитель в моих глазах. Оно очень-очень приятного расцветки, приятного фасона. 100% вискоза. Хорошая ткань. Легкая-легкая. И оно довольно свободное. Видите, вот так я надела его. И оно струится по мне. Если можно так выразиться. Довольно длинное оно. Ну, не знаю. Мне кажется, оно должно быть такое длинное. Рукав такой три четверти пышный. Не знаю. Нравится мне это платье. Размер, кстати, medium. Хотя оно выглядит не очень большим. В принципе, не так, что прям уже парашют-парашют. А, в общем, даже как бы и таким... Ну, в общем, так лежит на фигуре, по-моему, неплохо. Вырез красивый. Расцветка. В общем, все мне нравится в этом платье. И я, конечно, наверное, его, скорее всего, оставлю. Потому что, не знаю. Вот есть вещи, которые подпрямо надела. И, знаете, и пошла бы прям. Сразу. Стоило оно 19,99. То есть, 20 долларов. Размер medium, как я уже сказала. И 100% вискоза. Состав очень хороший. Так, следующее платье. Платье-парашют. Скорее, я бы сказала, платье-ночная рубашка. Совсем другая расцветка. Пастельные тона. Пастельные, я бы даже сказала, тона. Если говорить, что оно похоже на ночную рубашку. Ну, надо говорить пастельные, я знаю. Это не то же самое, что пастельные. Но это шутка на самом деле. Но на самом деле оно сильно, как-то немножко такое напоминает ночную рубашку. Но, может быть, в этом что-то есть. Потому что, опять же, вот эти платья, они как бы такие санаторные, подразумеваются для отдыха, для релакса. А что может быть лучше, чем ночная рубашка или пижама для отдыха, для релакса. Поэтому, может быть, вот такая расцветка, она как бы оправданная. И она очень широкая. Она просто широченная. Кстати, размер extra small, в отличие от предыдущего платья, который размер medium. Вот с размерами, конечно, ну, слушайте, я не знаю. Я не понимаю этого всего. Хоть убейте меня. Ну, тем не менее, размер extra small. Значит, кроме расцветки пастельной, смущает меня немножко горловина. Да, вот я показала, что она стоила 25 долларов. А оригинале она стоила 40. И состав у него тоже, видите, стопроцентный катон. То есть, хлопок, хороший состав. Горловина меня немножко смущает. Это странная такая, какая-то вот эта оборка на ней. Вот я сейчас его надела вот таким образом, что я спустила его с плечей. Возможно, так он выглядит лучше. Но вот так его носить непросто. Знаете, когда вот эта горловина на резинке, и можно ее, конечно, так спустить и постоять у зеркала 5 минут, красоваться, повертеться. А на самом деле в жизни, когда вы носите такое платье, вы поднимаете руки и там лезете в сумку, и садитесь, встаете. И вся вот эта вот резинка, она соскальзывает назад с плечей, назад в горло. То есть, это не совсем практично и неудобно. И посмотрим, в общем, не знаю. Короче, я, конечно же, примерила его с поясом. Ну вот, девочки, не ругайте меня. Потому что мне даже в комментариях одна девочка написала, что у меня какая-то фанатичная любовь к поясам. Я их приделываю куда надо и не надо, примеряю все с поясами. Ну и есть такое дело, это правда. Я очень люблю пояса. Ну, просто с поясом как-то, мне кажется, оно выглядит менее таким парашютом и менее ночной рубашкой. А больше выглядит как платье. Поэтому, возможно, что вот с поясом его можно носить. Как бы оно так немножко, знаете, подтягивает фигуру. И вот с такими спущенными плечами. Но, опять же, я еще расскажу, что вот эти вот спущенные плечи, спущенная горловина, вот это, это не совсем удобно. Хотя надо померить, походить в нем по дому и посмотреть, будет ли оно соскакивать назад или, может быть, оно будет так держаться. В общем, странно какая-то горловина, немножко расцветка такая, немножко слишком широкая. Я сомневаюсь в этом платье. Оставить или сдать, потому что, ну вот, не знаю. В принципе, я бы носила его с поясом, потому что без пояса уж очень оно прям такое, знаете, ну прям парашют-парашют. Вот. Ну вот, собственно, такое у меня получилось видео. Насчет пиджаков и шляп. Я ничего не купила. Я опять пошла в магазин, я померила. Я прикинула, значит, одно другое. Коричневый пиджак, размер medium или small. Я не решила, и со шляпами я опять не решила, опять я ничего не купила. Девочки, жду ваших советов. Напишите мне, что вы думаете. Какая шляпа, какой пиджак, стоит ли покупать или не стоит. И что вы думаете про эти платья. Какое из них оставить, какое сдать, что вам больше нравится. Ну, как бы, я все равно прислушиваюсь к себе, но я прислушиваюсь к вашим советам. Все, люблю, целую, увидимся в следующем видео уже совсем скоро. Пока-пока, бай.